Лучшим 12-й дом на улице Лермонтова признают уже четвертый год подряд. А все потому, говорят жильцы, что в доме есть хозяин, самый инициативный домком. Сам Николай Иванович подчеркивает, таких результатов в доме добились только сообща и благодаря неравнодушным соседям. Одно из последних нововведений в доме – это цифровая система видеонаблюдения. Безопасность жильцов прежде всего. Никаких преступлений нет, никакой наркоты нет, абсолютно денег нет, чистота и порядок. Люди довольны, люди даже квартиры не закрывают на замок, выходя куда-то. Ну, охраняются, во-первых, по периметру камеры все стоят, вот, и в подъездах стоят. Выполнены здесь и все остальные требования, предъявляемые к жилым домам. Сигнализация, домофоны, пожарные щиты. Позаботились жильцы и об уюте, как в подъездах, так и во дворе. Лавочки, саженцы, малоархитектурные формы и подсветка. За счет таких мелочей дом действительно стал родным, говорят сочинцы. А вот благодаря ремонтным работам – лучшим. В новый кабель затянули мы, обошлось нам всего 140 тысяч, весь дом, можете представить, с поэтажными щитками. А так, если взять, выходить на коммерческую структуру и брать, надеяться на кого-то, это порядка 300 тысяч будет. А мы обошлись такой суммой. Также водоснабжение переделали полностью на 80 тысяч. Люди иммобилизовались, люди сами делаем за счет, порядок наводим, как полазить. Для себя живем, для себя именно, ни для каких красных слов, ни для каких там номинаций. 12-й дом на Лермонтово все же стал номинантом. Такой хозяйский подход члены жюри оценили по заслугам. Награду домкому вручили на торжественном мероприятии, где собрались жители лучших по результатам городского конкурса «Домов Сочи». Тема благоустройства – одна из актуальных на курорте, отметил первый заместитель главы города. Но пока о санитарном состоянии дворов, улиц и домов заботятся далеко не все горожане, подчеркивает Мугдин Чермит. Да и на общегородские субботники зачастую выходят муниципальные служащие. Если каждый из нас не включится в эту работу, то мы будем жить, как живем сейчас. А сейчас мы живем не очень чисто. Мы все равно на пути к совершенству. Мы никогда не будем падать духом. У нас есть мощная команда, которая во главе с неутомимым Анатолием Николаевичем все равно будет чистить город, все равно будет убирать. Конкурс, итоги которого мы сегодня подводим, призван еще раз показать городу, показать каждому району, показать всем нашим ТОСовцам, показать руководителям управляющих компаний, что можно жить лучше и нужно жить лучше. Что же касается активистов и победителей городских конкурсов, то на достигнутом они не останавливаются. В следующем году 12-й дом по улице Лермонтова планирует претендовать на участие в конкурсе «Лучший двор». Мечта жильцов – разбить на придомовой территории парковую зону со светом музыкальным фонтаном. К слову, первые шаги к мечте уже сделаны. Галина Моисеева, Инка Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.